Дамы и господа, доброго времени суток. Готик и Сократ вас беспокоят. Это игра Warpatch 3 сервер. Сегодня у нас очень важный ролик. Он без рекламы, без ссылок и так далее. Суть ролика очень проста. Сверху надпись должна появиться над моей головой. Но... Ну, в общем, надпись. Осторожно, мошенники. Прям крупным буквам. Огромными буквами. Вас могут обмануть. Вы можете потерять свой аккаунт. Вы можете потерять свои деньги. В чем суть вопроса? Все очень просто. Есть онлайн-магазины по продаже алмазов. Алмазов, аккаунтов и так далее. Я, будучи фактически монополистом-блогером по этой игре, естественно, с самой большой русскоговорящей аудиторией, постоянно получаю предложения о том, чтобы прорекламировать какой-то магазин по продаже алмазов, типа суперклассно выгодные предложения и так далее. Но я свою аудиторию, то есть вас, безумно люблю. И пичкать вас говном я не буду. Естественно, все благодаря поддержке на Boosty. Ссылки в описании под роликом. Всего от 99 рублей в месяц. Вот как Кирюха. Вообще с кайфом можно все делать. И этого вполне достаточно вашей благодарности, лайков и комментариев. Поэтому писать вам и рассказывать вам, что пришло какое-то там магазин и это говно, естественно, я не буду. Поэтому я просто их не рекламирую. Но! Полгода назад мне написал один из владельцев магазина, который называется Fox Shop. Сейчас наш с вами любимый блогер Ахулесочка с 38 сервера решил этот магазин рекламировать. И в этом видеоролике я покажу все переписки с этим владельцем магазина. Все подводные камни. Я расскажу, как и на каких условиях я предлагал сотрудничество этому магазину, когда мне поступило предложение. Потому что я предложил офигенную схему, которая бы 100% обезопасила бы ваше аккаунт. Но мне отказали, сославшись на интересные доводы. Спасибо огромное. Мы делаем... Пилю этот ролик на стриме, поэтому... Вот, поэтому могут быть какие-то курьезные моменты. Я сделал. И я обещал, что все пройдет. Короче, короче, суть такова, что я покажу все переписки, я все покажу. Спасибо огромное за ваше пожертвование и благодарность. Я все покажу, все расскажу. Главное, досмотрите. И ни в коем случае не связывайтесь с магазином Fox Shop. Потому что это полный разводняк, полное говно. И тот блогер, который это делает, пичкает вас за 500 рублей. Грубо говоря, ему 500 рублей заплатили, и он вас пичкает говном. Сразу, вот прям по кайфу. Поехали. Давайте переходим к сути разговора. Показываю, значит, как это выглядит. Выглядит это следующим образом. Вот такая вот штучка. Вот такая ссылка в описании. Вот, собственно, сам блогер. Вот, собственно, что происходит. Это разводняк в чистой воде, в чистом виде. Почему? Значит, владелец этого магазина, владелец этого магазина Андрей Бурцев. Живет он в городе Санкт-Петербург. Вот так вот он выглядит. Ну, то есть это пацан лет 20. Ну, может быть, там до 25. Я точно не помню возраст его, но он молодой. Он единственный владелец этого магазина. У него есть второй человек-помощник. Его друг из другого города. И маленькие заказы по 400 рублей, условно, он отдает этому другу, чтобы тот донатил. К чему я это говорю? Я потом вернусь к этой теме. Но вы должны понимать, что осуществляют донаты на ваши аккаунты два человека с друг с другом в реале невидящиеся. То есть, условно, владелец магазина и его помощник. Вот. Зафиксируйте эту информацию. Она нам очень понадобится. Главное, досмотрите ролик до конца. Далее. Что происходит? Со мной он связывается в ноябре 23-го года. Как вы видите. Суть переписки следующая. Значит. Он предлагает мне. Он предлагает мне взаимодействовать с его магазином. Скидывает мне список ютубов. Ютуб каналов, с которыми он сотрудничает. Далее. Что происходит? Происходит следующее. Значит. Я спрашиваю. Добрый день. Цена вопроса. Исходя из того, что мне в свое время писали всякие микосы, хирикосы и так далее. И так далее. Соответственно. Я сразу люблю эту тему. И хочу подчесать свое ЧСВ. Поэтому я сразу спрашиваю. Бабки. Вот сколько ты готов дать мне бабок? Может он предложит полмиллиона рублей. Там мы что-то еще подумаем. Короче. И он пишет, что это все обсуждаемо. Я могу предложить варианты. Варианты. Значит. Процента с продаж. То есть. И вы проходите условно по моей. Ссылке. И получаете процент. Либо он просто платит мне за каждый ролик. Значит. Цена ролика. 3000 рублей. И он готов был мне предложить. 8 роликов. Как минимум. 8 роликов по цене 3000 рублей. И соответственно встает вопрос. Господа. А почему этого магазина не было? Потому что я его не рекламировал. 24 тысячи. Это не та сумма. За которую я буду у вас пичкать говно. И. Да я вообще не буду вас пичкать говно. Вы моя единственная любимая аудитория. Значит. Я спросил. Как проценты. То есть. Мне уже интересно. Как он будет отслеживать. Вот этот мой процент. Реферальной ссылки. А ведь это сделать. Саму ссылку сделать. Придумать. На сайт. Там. Телеграм-бот. Это на самом деле. Трудоемкий. И. Достаточно. Денежно затратный процесс. Вследствие чего. Мы приходим к выводу. Что ссылка у него не готова. Сайта у него нет. И. Все это происходит. На чистом доверии. То есть. Я должен ему поверить. Что. Вот. Типа. Сократ. Я вот. 10 человек пришло от тебя. А вот. Типа. Твоя доля. Да. Скажем так. Но это же так не работает. Какое доверие между магазином и мной. Значит. Нет у меня никакого доверия. Он мне предлагает рекламу вставить. Как она выглядит. Выглядит она в этих роликах одинаково. Что Rise of Kingdoms. Что вот у Ахулесочки. Они одинаковые вставки. Вот. Дальше мы собственно обсуждаем этот магазин. Да. Я. Хочу вам показать на ссылку. Что там всего 4 сообщения у него. То есть. На 12 ноября в этом магазине. У него всего 4 сообщения. То есть. Это. Телеграм. Ссылка. Сотканная. На коленке. Где сидит 4 человека. Он. Его друг. И там каких-то 2 бота. Вот. То есть. Вообще никого нет. И я ему пишу. Круто. Весело. Задорно. Но я магазины не рекламирую. Вы не первый. Кто пытается зайти на этот рынок. Вот. И. Хотя сумму мне предлагали побольше. На самом деле. Микос предлагал мне до 50 тысяч рублей. Просто за съем одного ролика. То есть. Ну. То есть. Как бы там бабки нормальные. Но я сразу вам говорю. Что. Меня всегда смущала одна тема. Это передача аккаунта. То есть. Если бы не надо было передавать ваш аккаунт. Этому условному магазину. А была бы какая-то ссылка. Куда бы вам. Вы заходили. Вам бы алмазы. Да. Туда попадали. Как там. Плутто шоп. Вот. Плутто. Как. Ну. Официальный. Официальный способ доната. Через разработчиков. То есть. Вы вводите свой айди. И вам закидывают туда алмазы. Базар-вокзал. Может быть. И у меня был бы какой-то магазин. Плюс-минус. Там. Условно. Ну. Суть не в этом. Вот. Как бы. Вот. Сам факт. И. Далее. Вот. Я опишу. Что. А когда речь идет о магазинах. Я все время уже сливаюсь на теме того. Что. Блин. Братан. Я не хочу продавать. Предлагать. Это. Вот. Это. Вот. Дело. Я не хочу это предлагать. И. Я просто. По-царски. Прошу тебя. По-братски. Так сказать. Отвалить от меня. Потому что. Я. Мне не нравится условие передачи логина пароля. Скажу вам. Ребята. Вот. Вы придете ко мне. Да. На канал. Я. Говорю. Ролик. Значит. Есть. Интернет-магазин. Где вы можете купить алмазы. Там. По цене. Условно. 8 тысяч рублей. Да. То есть. На 2 тысячи дешевле. Чем в официальном магазине. Предположим. Я так скажу. И скажу. Я сам этим пользуюсь. Пацаны. Настоятельно рекомендую. Вот. Прям. Сэкономите. 30 процентов. От всего вашего доната. Ну. Найдется хотя бы один человек. Который поверит. И скажет. Лех. Ну. Раз ты советуешь. Я. Я воспользуюсь. Пройдут. Отдадут свой логин и пароль. А дальше. Какие схемы. И как этот донат происходит. Я расскажу чуть ниже. Там все это в переписке есть. Отдадут логин и пароль. И там начнется. Вот эта вот история. Давайте вернемся к этой истории. Для того. Чтобы это. Значит. Значит. Мы обсуждаем. Цену заказов. И. Я у него спрашиваю. То есть. Ну. В чем профит. И он говорит. Заказы по 400 рублей. Это вечная головная боль. Но в целом. После первого заказа. Обычно. Аки. Уже считай. Что на автологине. Остается просто сбор бабла. Я пишу. В этом случае. Мне надо подумать. Мы обсуждали. Мы обсуждали вопросы. Через некоторое время. Через неделю. Он мне написал. И спросил там. Типа. Как история. И. Погнали. В DC поговорим. Я вам сейчас покажу переписку. В DC. Вот. Значит. Суть. Какова. Вот этого автологина. Чтобы вы понимали. Смотрите. Вы можете. Играя на андроиде. Привязать свою учетную запись. К примеру. Играя на андроиде. Привязать свою учетную запись. К гуглу. Лилит почта. К фейсбук. Но если у вас есть айфон. У вас появляется гейм центр. И прибавляется. Apple ID. То есть. Ну. С. С. И наоборот. Если вы играете с Apple. То у вас появляется полный список. Предположим. Вы играете с Google. Вы отдаете свой логин и пароль товарищу. У вас какой-то сильный аккаунт. Предположим. Там 300 миллионов. Вы отдаете свой логин и пароль. К вам заходят. И без вашего ведома. Привязывают. Какую-то левую почту. Допустим. Гуглу. Или к лилитовской. Ну. К тому. К чему у вас не привязаны. Или к тому же. К тому же. К этому. К Apple. Привязывают. И вы. Уже не зная о том. Что привязана чья-то левая почта. Просто получили свой аккаунт обратно. Там есть алмазы. И в какой-то момент. Этот человек разворачивается на 180 градусов. И начинает барыжить аккаунтами. К примеру. И имея доступ на вашу почту. Он напишет разработчикам Лилит. И скажет. Что потерял доступ к вашему логину и паролю. А Лилит. Чтобы восстановить данные. Ваши учетные записи. Попросит транзакции. Перевод. Чек. Покажи. Что ты оплачивал. И вы же у него просили купить вам алмазы. И он показывает. Что он их купил. Понимаете о чем я? Соответственно. Он показывает. Это эти чеки. Что он их купил. И что он уже реальный владелец. А то. Что вот этот старый логин и пароль. Он просто забыл. И разработчики могут снять ваш доступ к вашей учетной записи. Это первая проблема. А вторая проблема. Он может даже не привязывать свою. Просто задонатить. И написать. Что забыл логин и пароль. Вот мои чеки. За последние 5 транзакций. Это мой аккаунт. Я просто не помню. Как на него заходить. Привяжите. Перепровяжите мне на другую почту. Я ту не помню. А эту помню. Или телефон разбил. Вот мои логины и пароли. Вот я заходил по старому логину и паролю. Вот мои чеки транзакций. Разработчики. В правилах игры. Запрещено передача аккаунта. Для того. Чтобы разработчики не парились потом. С куплей и продажей аккаунта. С тому. Что аккаунт пропал. Что им надо восстанавливать. И так далее. Для них подтверждение вашей личности. Это не ваша почта. А ваши транзакции. Бабки. Ваши бабки. А он. Их уже совершает на ваш аккаунт. Понимаете о чем я? Вот так вот аккаунты угоняются. Это проблема Rise of King. Это проблема вообще любой игры онлайн. Так угоняются аккаунты. Это первое. Итак. Значит в процессе диалога. Я начал спрашивать потенциально про свою прибыль. Я спросил. Вот пакет есть за 8 тысяч рублей. Который он продает. Какой профит с этого пакета? Профит 1000 рублей. Запомните это. Зафиксируйте. То есть 7 тысяч рублей это его вложение. 8 тысяч рублей это его выходная цена. Тысяча он оставляет себе. И соответственно я у него спросил. То есть получается 500 рублей моих будет? И он говорит цена может варьироваться. Но закупка карт, карт иногда отличается по цене и курсу валют. Так что это за карты? Откуда они берут донат? Есть три способа. Речь идет о гугле. Через Apple такое не провернуть. Речь идет тупо о гугле. Как это работает? Есть три способа получить возможность донатить в Google дешевле. Первое. Это краденые ворованные банковские карты. Есть отдельные места, где это можно купить. Утерянные карты. Владелец еще допустим не знает, что он потерял карту. И она еще не заблокирована. С нее списывается транзакция. Соответственно и владелец уже начинает чухать, что карта сперли. Транзакцию уже не отменить. Это все происходит через хер пойми. Транзакция ушла. Ушла в Google. Ворованные карты. Это первый способ. Угнанные карты, они душманские. Второй способ. Это угнанные ключ-коды Google, которые выдают блогерам. Код, который вы вводите в Google и получаете деньги на счет. Потом вы с этими деньгами можете в какой-то игре расплачиваться. Разработчики игр мобильных, для того, чтобы крупным блогерам, чтобы они там показывали, как они донатят классно или еще что-то, дают им эти ключи, и они автоматически зачисляются на Google. И он показывает, там, зарубежный блогер, как он донатит в эту игру, используя бабки реальные. Все игроки думают, что он реальные деньги туда засаживает. Но на самом деле это деньги вот самого Google, которые разработчики покупают у Google. Ну, то есть, короче, это такая сложная схема. Почитайте в интернете, как работают коды для блогеров на Google. Такие вещи тоже продают. И третий способ, это если у вас, предположим, есть там двойное гражданство, вы можете там день в Казахстане, имея казахстанскую карту, например, и русскую карту принимать платежи на русскую карту, имея гражданство, соответственно, не иметь проблем с переводом. Из казахстанской карты по курсу доллара, доллар, казахский тенге, и по курсу, соответственно, рубль-доллар, вы можете совершать вот эти платежи внутри как бы своего банка. Соответственно, раньше, когда доллар был 50, там, 60 рублей год-полтора назад, это было действительно выгодно. И, как помните, в каких-то моментах в роликах я говорил, что могу помочь с покупкой сундуков. Это был такой момент. Мы действительно могли это сделать через Казахстан. Сейчас это не работает. Поэтому вот вопрос именно про закуп карт для меня всегда стоит существенный. Откуда берутся вот этих в магазинах карты? И вот тут закуп карт. Понимаете, о чём я? Вот он пишет этот, чепушила. Дальше мы переходим к нему в профиль. И тут мы вспоминаем начало ролика, когда он сказал, что у него есть человек на аутсорсе, который сидит и выполняет за 20 тысяч рублей вот эту грязную работу, пополнение аккаунтов. Там и днём, и ночью пишут, пополни там на 400 рублей. Ну, ты же не будешь это делать сутками. Естественно, есть человек, который за 20 тысяч рублей просто это сидит и выполняет. Значит, я ему написал, что у меня есть идея, которая позволит нам работать на максимум. То есть он со своей стороны позволит сделать одну вещь, и я со своей стороны начну запуск вот этого магазина, условно его. Суть моей предложения была следующая. Чтобы логин и пароль я не передавал ему, чтобы я стал вот этим человеком на аутсорсе, условно. Но мне платить не надо вообще. То есть он мне... Я ему говорю, на какой логин и пароль без входа на этот логин и пароль надо зачислить деньги. Я беру деньги с клиента и перенаправляю ему. Он, соответственно, не имея права доступа на ваш логин и пароль, только я могу это сделать, пополняет Google, а я уже с него оплачиваю транзакцию внутри игры. То есть все, что он предлагал делать вот какому-то хирососу за 20 тысяч рублей в месяц или то, что он типа сам делает. Соответственно, я предложил, что я это буду делать абсолютно бесплатно. Но я буду уверен в том, что логин и пароль есть только у клиента, то есть у вас и у меня. У меня резона, соответственно, откидывать своих подписчиков нет смысла. Поэтому идея вообще верняк. Просто сделай это и все. И все в плюсе. Но я ему предложил это 14 числа. И 16 через два дня он мне отвечает. Итак, я обдумал, но я хз как это технически оформить. А особенно оформить технически и не раскрывая важную техинформацию. И 9 декабря, то есть он мне написал, что он не знает, как это делать. Ну, то есть слился. Я ему ничего не ответил. А 9 декабря он мне пишет, типа, расход. Я ему отвечаю хз. И вот тут ставлю этот смайлик. Вот я сейчас камеру отключу, чтобы вы увидели. Дальше я ему пишу. Я не смогу дать откуп на твоей стороне, к сожалению. Тестово ребята с Warpatch вливают. Я вообще не знаю. А, что типа ребята с Warpatch уже начинают ему донатить. В целом неплохо. И время бессмысленно тратить он тоже не хочет. Куча вариаций и проектов, которым тоже нужно уделять внимание. Так что уже хотелось бы окончательно прояснить ситуацию. Как видите, я ничего на нее не ответил. Потому что чувак просто слился. То есть, типа, зачем ему со мной заморачиваться, там какие-то, там что-то, там мне какие-то вещи обещать, там чему-то учить, когда можно, уже кто-то покупает. Это был ноябрь, декабрь. Сейчас март. И Ахулесочка первый ролик вчера запулил вот с этим, с этим товарищем. Соответственно, ну, я понимаю, что это сотрудничество уже не на первый день. И я понимаю, что с Ахулесом там вряд ли речь идет о трех тысячах рублей за ролик интеграции. Соответственно, это чепушило за 500 рублей вас продал, грубо говоря. Просто имейте в виду. Дальше что делать с этой информацией? Пользуйтесь сами. Что за магазин? Кто владелец этого магазина? Каким способом совершаются транзакции? Вы уже этой информацией владеете. Готовы ли вы ради условной не 449 рублей, а 400 рублей, сэкономив 49 рублей, получив палец в туз? Готовы ли вы продать свой туз за 49 рублей? Ведь у Сократа на Бусти можно это сделать за 99 рублей в месяц. Получить кучу классного контента, отдельные стримы, респект и уважухи, роль в Дискорде, отдельная, выделяющая вас. Какие-то нелепые, интересные моменты со стримов и записи роликов. Все есть на Бусти. Кружка с автографом есть на Бусти. Всего от 99 рублей в месяц. Вот такая доска почеты. Или какая-то мифическая прибыль в 49 рублей, отдав свой аккаунт какому-то чепуши или 20-летнему, который фиг его знает, откуда берет эти карты. Ведь он питерский. Двойного гражданства у него нет. Через крипту он тоже этим не занимается. Скупает банковские краденые карты. Оно вам надо? Короче. Вся информация у вас есть? Дальше решайте с вами. Сами. С вами была Готика. С вами был Сократ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Чмоки в щеки, как говорится. Осторожно, мошенники вас могут обмануть. Вы можете потерять аккаунт. Гудфраер, спасибо тебе огромное за сотку. Но мы, по-моему, договаривались, что я пилю ролик. Просто. Просто секс. Склеишь паспорт. В сериале этот трек очень в тему и теперь просто 6 часов стрима и я уже просто.